В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ». Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела, напомнят вам, уважаемые телезрители, о праздновании первого весеннего торжества в областном центре. Расскажут о представительницах прекрасной половины человечества, которые попали в кадр благодаря своим неподражаемым качествам, своей индивидуальности, своей красоты, ума, духовным и душевным качествам. Итак, все о женщинах. Многие из нас ждут наступления весны, потому что именно это время года приносит вместе с собой один из самых любимых и популярных праздников. Его по-разному называют. Кто-то величает Международным женским днем, кто-то зовет Днем женщин, кто-то исключительно в числовом варианте – 8 марта. Однако суть от этого не меняется. И ежегодно в этот день женщины всего мира слышат и, надо признать, совершенно заслуженно миллионы комплиментов и пожеланий в свой адрес. На торжественном приеме, который в честь праздника был проведен в Брестском городском исполнительном комитете, побывала и наш корреспондент Ирина Альшова. Государственная служба и депутатская деятельность, бизнес и производство, журналистика, здравоохранение, образование, наука и культура. География профессиональных высот участниц приема обширна. Представительницы прекрасного пола успешно зарекомендовали себя в разных сферах деятельности и своим личным вкладом сделали многое для социально-экономического развития города. У каждой из них свой секрет успеха. Как сказал классик, самое страшное в жизни быть успокоенным. Мне кажется, это внутреннее беспокойство, оно на любом этапе, будь то в семье, будь то в отношениях с родителями, будь то в отношениях со своими коллегами на работе, оно всегда задает определенный тонус. И это какая-то, по моему мнению, внутренняя составляющая. Мне кажется, это позиция человека. Не потому, что ты хочешь куда-то выбиться или стать каким-то суперизвестным и показать не самые лучшие свои черты характер, а именно для того, чтобы что-то сделать, кому-то помочь, не быть безразличным, не быть успокоенным. Мне кажется, в этом секрет успешности – сочувствие и сопереживание окружающим. Для меня самое главное – это любовь, взаимопонимание, хорошие друзья, но и самое главное – это моя работа. На ежегодные встречи с брестскими активистками обсуждались насущные проблемы, проекты и нововведения, приуроченные к тысячелетию города. Не остались без внимания темы строительства и реконструкции значимых объектов, транспортного сообщения, услуг и благоустройства. И в каждой из этих сфер трудится большое количество женщин. Пользуясь случаем, я хочу поздравить именно наших брещанок с Международным женским днем. И в год именно Малой Родины хочу пожелать именно нашим женщинам-брещанкам, чтобы именно наши женщины-брещанки оставались истинными хранителицами семейного очага – мира, добра, любви, благополучия и, конечно, исполнения самых заветных желаний. А вечером в гостеприимных стенах областного общественно-культурного центра прошли выставка, посвященная самым известным женщинам мира и праздничный концерт с емким названием «Любовь». А еще женщинам-ветеранам войны вручили юбилейные медали 100 лет Вооруженных сил Беларуси. Женщин хочется поздравить не только в эти дни, но и вообще всегда. Ну а весенние праздники, естественно, это у нас первая ассоциация, это Международный женский день. Пожелать им хотелось бы красоты такой же, какой они обладают сегодня, любви, успехов во всех их начинаниях, ну и здоровья. И все же главной в этот мартовский вечер здесь была любовь. История отношений юношей и девушки, рассказанная со сцены, не оставила равнодушных в зале. Я повторяю, словит вас, не умирай львов, не умирай львов, не умирай львов, не умирай львов. Через песни, органично вплетенные в театральные миниатюры, авторы признавались в любви всем представительницам прекрасного пола, независимо от возраста. Потому что у чувств нет времени года, и они не подвластны моде. Сама природа благоприятствует нашим женщинам в преддверии такого хорошего светлого праздника, дня 8 марта. Что хочется пожелать нашим женщинам? Хочется пожелать им счастья, благополучия, здоровья, удачи во всех ваших делах и начинаниях. Наши женщины, женщины Беларуси, Бреста, Брещины, самые-самые лучшие женщины в мире. Они и труженицы, они замечательные мамы, жены, сестры, дочери, внучки. Поэтому в этот прекрасный день хотелось бы пожелать прекрасного, замечательного настроения. Конечно, здоровья, удачи, удачи в делах, удачи в личной жизни, счастья, любви. Чтобы каждый день приносил только радость. Ирина Альшова, Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Весна – пора года, которая вдохновляет. С пробуждением природы от зимнего сна в душе каждого человека наступает радость и легкость. А потому хочется совершать новые открытия, постигать неизвестные, сочинять стихи. Тем более, что и повод значимый – женский праздник 8 марта. К этому дню в администрации Московского района города готовились основательно и провели церемонию награждения женщин орденами матери, а также грамотами и ценными подарками по-настоящему в теплой и душевной обстановке. Еще раз подтвердив, что миссия женщины многогранна в этом мире. Однако самым главным и важным предназначением было и остается материнство. Анастасия Ноздрин-Плотницкая познакомилась с теми, кто умеет создавать вокруг себя мир и гармонию. Многодетная мама – очень много плюсов, потому что детки приносят очень много радости. Конечно, есть где-то и трудности, но я считаю, что детки все покрывают. Сегодня Алла Солоникова с уверенностью говорит – быть многодетной мамой – настоящее счастье для женщины. Сегодня она уже не представляет, как бы сложилась судьба без ее большого коллектива, в котором царит любовь, взаимопонимание, поддержка. А потому в такой важный и ответственный день – день, когда маме Алле вручат государственную награду, рядом с ней – ее семья, в которой действительно семья. Слава Богу, из-за этих деток. Мы довольны. Мы довольны этим деткам, мы рады им. Все помогают. Все успеваем, все сделано у нас. И учимся, и в музыкальной школе учатся детки все. Везде все успеваем. В торжественной обстановке Алле Солониковой и еще трем мамам были вручены государственные награды – ордена матери. Каждая из этих удивительных женщин достойна слов признательности и благодарности за свой непростой, но такой важный труд. Вручая награды, глава администрации Вячеслав Дашкевич неоднократно подчеркивал – на плечах таких сильных и красивых женщин, будущее не только района, но и города. Мы вручаем, на мой взгляд, наверное, один из самых ценных орденов, который может быть – это орден матери. Мать для каждого человека – это святое, и образ матери мы проносим через всю жизнь. В нашем районе уже 259 женщин награждены орденом матери. Все, что получилось, это слава Богу, и я очень рада, что получилось, потому что это действительно… чувствуешь, что ты живешь. Кроме орденов, в торжественной обстановке были вручены грамоты наиболее активным родительным воспитателям. Завершилась праздничная церемония ярким концертом. В Брестском районе открылся Центр поддержки инициатив «Женщин с подарыня Прибуржа». Символично, что открылся он в год «Малая родина» в агрогородке Остромечево, который станет первой деревней будущего в Брестском регионе. Центр создан на базе Дома культуры и включает в себя музей, посвященный быту сельской женщины, и помещение для проведения мастер-классов с участием ремесленников. Помощь в реализации проекта оказало открытое акционерное общество Остромечево, безвозмездно проведя в помещениях все строительные и отделочные работы, чтобы в Центре было уютно и комфортно. Об истории предков и современных тенденциях женского труда в материале Ирина Ольшовой. Бабья дорога от печи до порога. В Центре инициатив «Женщин с подарыня Прибуржа» белорусская поговорка представлена в виде музея быта сельчанок. Но на этом историческая составляющая не заканчивается. Главная задача Центра – расширить возможности для трудоустройства и дополнительного заработка женщин, содействовать развитию женского предпринимательства. Это не должен быть не просто музей. Это должна быть какая-то площадка или центр, где женщина сможет реализовать свои экономические возможности. И в принципе, именно мы нацелены в работе этого Центра на работы Центра как экономической площадки для возможностей женщины. Идея открыть на территории района музей сельской женщины, воссоздав уклад ее жизни, народный быт, культурные традиции, возникла три года назад. Год понадобился председателю Лыщицкого селесполкома Инни Дячек, чтобы подать заявку и получить от Евросоюза грант в размере 24,5 тысяч евро, собрать музейную экспозицию и провести первые мастер-классы. У нас прошло в рамках проекта за полгода шесть тренингов по открытию бизнеса. Около 20 прошло ремесленнических тоже обучений, мастер-классов. Это для самозанятости женщины. Есть женщины, которые хотят заниматься рукоделием, но как это еще превратить в то, чтобы этот доход приносило человеку. И занятость была, и доход. Вот и мастер-классы проходили. Людям это интересно. Инициатива, которую поддержали в Брестском райисполкоме и Брестском областном отделении Белорусского союза женщин, направлена на стимулирование самозанятости жительниц района на основе традиционных ремесел. С подарения прибужа стала настоящим центром притяжения женщин. Женщина вообще должна в своей жизни уметь все делать. Особенно в современном мире. Потому что на ее плечах лежит не только груз ответственности за семью, за воспитание детей, за дом. Сегодня женщина, это еще во многом от женщины зависит и материальный достаток семьи. На ее плечах лежит и уровень дохода семьи. Поэтому женщина, конечно, должна уметь делать все. И в последнее время мы все чаще видим, что женщины реализуют себя в различных видах профессий. Сегодня центр с подарения прибужа – это площадка для проведения тренингов и мультимедийных экскурсий. На средства полученного гранта закуплена техника и сформирована база данных. Для максимального охвата целевой аудитории запущен интернет-сайт. А еще сформирован каталог, в котором собрана информация о 102 выдающихся женщинах Брестского района. Все это поможет сельчанкам реализовать себя и свои способности. Женщинам очень интересно. Очень интересно. Некоторые уже даже обучились ремесленничеству. По результатам тренингов уже даже некоторые открыли бизнес свой. Да, потому что тренинги проходили на очень высоком уровне. И женщинам было интересно. И там раскладывался весь бизнес. С получением уже даже прибыли рассчитывалось. Такие интересные тренинги проходили. Женщина успешна, если она счастлива. И это притягивает успех в карьере и личной жизни. Поэтому с подары не прибужа, а тяжелой женской доле говорят с улыбкой. Волос долг, да ум короток – это не про нас. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска «Букинформ». 8 марта не просто дань традициям. Это особый случай, когда мужчины выражают глубокую признательность дамам за их силу, за их самоотверженность и труд. Прекрасные представительницы города над Богом могут покорить любые вершины. Делают и будут делать все для того, чтобы дети росли в мире и достатке. Чтобы любимые люди не знали трудностей, были мудры, умны, здоровы и красивы. Во все века неизменной была и остается великая миссия женщины – материнство. О красоте материнства, силе любви и высшей степени карьеры расскажет наш вдохновившийся всем вышеперечисленным корреспондент Виктория Саченко. Без ретуши и крупным планом она выглядит в прямом смысле слова – идеально. Это очаровательная, стройная блондинка не актриса и не модель, как можно подумать. Она обычная женщина, которая растит и воспитывает внимание четверых детей. В Ирине Грушевец – неиссякаемый энергетический источник радости, оптимизма, красоты, любви и света для всей ее большой и дружной семьи. Воспитывает детей и при этом успевает заниматься собой. Спорт, рукоделие, кулинария, свидания с мужем, своим графиком и ритмом жизни. Она даст фору любой бизнес-вумен. Но самое главное… Быть мамочкой, конечно. Но это не мешает быть модной мамочкой, быть современной мамочкой, быть молодежной мамочкой. То есть все можно, конечно, совмещать. Но, естественно, детки, ну как, по крайней мере, для меня, должны быть всегда на первом месте. Это самое важное, это самый большой, самый такой значимый смысл жизни. На первом месте любовь, взаимопонимание. Ну и, наверное, вот возможность понимать друг друга глубже. То есть мы стараемся понять деток, но в то же время наши детки стараются понять нас. Педагог по образованию и мама по призванию. В ее доме скучно, тихо и спокойно не бывает. Двое сыновей, двое дочерей удивляет маму с папой ежедневно. И каждый ребенок по-своему. Старшая Анастасия – изумительным владением английского. Роман – спортивными достижениями. Маленькая принцесса Вероничка – музыкальными способностями и характером. А младший Димка в свои два с половиной уже стал чемпионом города по забегу в ползунках. Невероятно активные и энергичные дети и есть в кого. Для каждого идеал – это мама, мне кажется. Потому что ты смотришь на человека, с которым ты общаешься больше всего, и ты хочешь быть таким же, как он. Тем более, что мама у меня на самом деле невероятная. И мне очень хочется быть похожей на нее. И в воспитании, и в поведении, и вообще в стиле жизни. Надо уметь, в принципе, делиться чем угодно. Какими-то, может, материалами, именно чтобы помочь что-то сделать. Поделиться даже улыбкой, советом, мудростью каким-то. Все это очень нужно, чтобы сохранять вот ту атмосферу. Папа помогает маме. Он сделал целый дом, и ничего мы не покупали, только вот, если, допустим, доски. А вот сам он все это делал сам. Все комнаты в нашем доме. У нас дом был сначала маленький, но уже стал большой. Современная женщина. Какая она? Железная леди, бизнес-вумен, многодетная мамочка. Сильная и независимая или нежная и ранимая. В современном мире женщина де-факто может быть разной, но, пожалуй, ее самой главной особенностью во все времена было и остается одно – быть мамой. Это большое счастье. Вот счастье, когда тебя любят в четыре раза больше, когда ты любишь в четыре раза больше, когда ты даришь улыбки в четыре раза больше, и тебе точно так же эти улыбки в четыре раза больше приходят. Поэтому это не сказанное, не просто описуемое счастье. Виктория Сащенко, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ. Поздравления прекрасных дам с праздником 8 марта растянулись практически на неделю. Все это время девочки, девушки, женщины были главными виновницами мероприятий. Они принимали подарки, слушали поздравления от близких и родных. Представители силовых структур, военнослужащие, спасатели, сотрудники сферы торговли и услуг подготовили для брещанок много приятного, яркого, интересного. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о самом красочном и запоминающемся. Всегда головка у меня. Я помою головочку, подкручусь туда-сюда. Даже в 92 Мария Ивановна верна своему главному принципу. Женщина вне зависимости от обстоятельств должна оставаться красивой. Главное здесь правильно питаться, хорошо высыпаться и подчеркивать свою привлекательность аккуратной одеждой и гармоничной прической. Как и любая представительница прекрасной половины, Мария Ивановна в главный женский праздник ждала своих поздравлений. А потому в гости к ветерану Великой Отечественной войны заглянули сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям, которые не только подарили цветы и высказали слова признательности, но и проверили исправность электрооборудования, а также установили пожарный извещатель. Очень приятно, конечно. Никого так в подъезде не по... не только что... вообще всегда меня и поздравляют, и приходят, и, конечно... Поистине теплая акция подарила ее участницам хорошее настроение. Для них обладатели неспочтенных лет – это знак внимания, знак уважения и небезразличия к их судьбам. Наши мужчины, мужчины-спасатели Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, решили поздравить участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня у нас в программе очень много адресов. Что мы дарим? Хорошее настроение, внимание. Будем проверять, если нет в домах неустановленной пожарной извещатели, будем устанавливать. Праздничные мероприятия прошли и в отдельных воинских частях и соединениях. Военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады организовали для представительниц прекрасной половины праздничный концерт, в начале которого прошло награждение наиболее активных женщин памятными грамотами за отличное исполнение своих обязанностей. У нас около 100 человек, и военнослужащие женщины, и гражданский персонал, плюс у нас РУБТПУ, который нас обеспечивает, кормит наших салатиков, тоже там в основном женский коллектив. Поэтому нам, конечно, приятно и хочется их хоть раз в году. Конечно, мы практически каждый день выделяем им внимание, но 8 марта, 8 марта, да, это день такой, когда нужно больше времени выделять женщинам, поздравить их. Сегодня в бригаде на гражданских и военных должностях находятся более сотни представителей с прекрасной половиной человечества. В праздничный день они, нарядные, красивые, ждут свой адрес комплиментов и благодарят коллег-мужчин за внимание и заботу. На самом деле с мужчинами иногда бывает очень непросто работать, но у нас с мужчиной все очень хорошее, они нас всегда поддерживают, несмотря на, скажем так, нашу специфику, то, что мы, женщины, все-таки работаем в воинской части, всегда чувствуется поддержка, приятно, вот когда устраивают вот такие нам подарки. Оживленно было и в торговых объектах. Из-за огромного ассортимента представленных товаров можно было выбрать, что подарить и как изысканно накрыть стол для любимых женщин. Мясные деликатесы под торговой маркой «Беловежский гостиниц» постарались на славу. Мясные и колбасные изделия полуфабрикаты на любой вкус. Цена от производителя. Доступна практически каждому. А уж о вкусовых качествах и говорить не приходится. В дополнение к мясным изыскам каждой даме цветы. С праздничком вас! Здоровья вам! Благополучия! Удачи! Поздравляю с таким замечательным весенним праздником. Счастья, здоровья, успехов, любви, всего хорошего! Процветание Беловежскому гостинцу! Мы, жители Ковалева, очень рады, что у нас открылся такой магазин. Что мы без проблем можем купить все свежее, все вкусное, все качественное. Процветание Беловежскому гостинцу! Всего хорошего! И продавцам, и нам, покупателям! Вкус Беловежского гостинца потрясающий. Приготовлено как дома. Качество отменное, без добавок консервантов. Одним словом, по бабушкиным рецептам и по современным технологиям. Ведь сегодня потребитель чаще всего задумывается о полезности и безопасности продукта. А еще лучше, чтобы и форма, и содержание, и цена находились в разумном единении. От лица компании «Беловежские деликатесы» мы хотим поздравить прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Пусть в этот теплый, прекрасный день вам всегда дарятся улыбки, а мы будем дарить вам изысканную продукцию от собственного производства. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Лариса Смолович, Андрей Щербантин, Луговкин. Специально для итоговой программы. Золотой петушок Маленьких участников представили свои лучшие вокальные номера и хореографические постановки. И это своеобразный подарок от ребятишек своим мамам, бабушкам, тетям и сестричкам. Переполненный зал и шквал оваций. По своему идейному содержанию и характеру галоконцерт городского конкурса художественного творчества «Золотой петушок» не теряет актуальности 21 год. Логичный вопрос, почему ведь Брест каждый год становится площадкой для проведения десятков детских творческих состязаний. Но «Золотой петушок» по своим масштабам и зрелищности не уступает ни одному из них. И даже больше. Каждый год по количеству юных дарований бьет рекорды. Это бренд нашего города. Можно привести такой пример, что в нашем 21-м конкурсе участвовало более 400 участников, 80 номеров. И в галоконцерт, который будет буквально состояться через несколько минут, прошло 24 номера, 80 участников. Кто-то из них сегодня впервые выходит на большую сцену. Есть и те ребята, для которых аплодисменты и вспышки фотокамер не в диковинку. Ярчайшие костюмы, зажигательные выступления, чарующие ритмы и, конечно, мастерство. На сцене учащиеся первых, четвертых классов. Надо стараться. Если тебе это нравится, то нужно добиваться того, что ты хочешь. Если даже у тебя что-то не получается, то если ты этого хочешь добиться, то ты должен получать это. У тебя обязательно все получится. Сначала не все получалось, но со временем все получалось, потому что старалась, занималась. Каждый номер по-своему прекрасен. Каждый маленький артист талантлив тоже по-своему. Но ведь за яркой и такой красивой картинкой всегда стоит колоссальный труд. Не только ребят, но и их преподавателей и родителей, помогающих делать первые серьезные шаги в мир большой сцены, сияющих софитов и славы. «Золотой петушок» – это подготовительная площадка, своеобразный трамплин к вступлению в настоящую творческую жизнь. Старт, который даст ребятам уверенность в своих силах и побудит покорять новые вершины и открывать новые горизонты. Это конкурс, как бы первая ступенька среди фестиваля большого. У нас «Золотой петушок» перерастает в ступени. Это для детей среднего школьного возраста. И затем крылья. Это уже для старшеклассников и учащихся молодежи города. Виктория Саченко, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Дорогие женщины, в эти праздничные дни мужчины говорят вам искренние поздравления и слова благодарности за то, что вы есть. Присоединяется ко всему вышесказанному и коллектив телекомпании «Бук ТВ». Любви вам, тепла, надежд и чудес, комплиментов от души, подарков и мужского внимания, невероятной красоты, лучезарных улыбок, обаяния и головокружительного счастья в жизни. С праздником! Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В воскресенье в Бресте синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Возможен туман. Ночью и утром прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер будет юго-восточный, ночью слабый, днем южный умеренный. Ощутима будет температурная разбежка. Ночью 1-3 градуса со знаком «плюс», днем воздух прогреется до 12 градусов. Мало что изменится и в первый рабочий день новой недели. 12 марта в Бресте будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 14. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова